Я грузчиком это работал, ну, 45 получал. Мы должны были на границе стоять. Не должны на передовой находиться. Мобилизованные. А нас, блядь, на передовой закидывают. Другая партия, нахуй, приезжает, закидывают еще. А вы на эти врачи стреляли хоть? Да, ездили два раза на полигон. А сколько стреляли? Я стрелял где-то, Рашка-4, наверное, что. Кричал я, говорил, что у меня наводчик. Они говорят, наводчик это, блядь, пулеметчик, блядь. Пулемет, блядь, я его таскал с ним. Потом я, нахуй, выкинул его. Я говорю, вы дебила, блядь, самому маленькому, самую большую пушку, блядь. По идее, у пулеметчика должен быть помощник же. Ну, конечно. У меня его не было, нахуй. А это полное? Нет. Все было, сто шесть человек осталось. Там было, пятидесяти, шести, что ли. Но уже нету половины тоже. Да нахуй, закидывают просто, как мясо. Сидим там, вот я две недели сидим. Я выхватывал, нахуй, прилеты. И молился, чтобы только в окоп не залетел. Ты говоришь, что было сто шесть человек, а сто пятьдесят шесть. Это, значит, что бывали поранениями? Ну, ранения, осколочные, да. Один парень, вот первый у нас, двухсотый был. Поехали тоже окопы копать. Он вылез, когда прилеты начались, ему там другие ребята сказали, типа, беги, беги. А надо было в окопе сидеть. А он вылез, короче, и побежал. Ну, и осколок ему, живот спорол. Ничего не говорили. Когда мы ротация? Когда, что? Каждый день только, блядь. Мы сегодня будем разговаривать, блядь. День прошел, наслаждение опять. Мы сегодня будем разговаривать, папа, ротация. И вот нахуй. Дарротировался. Начальство, блядь. Все, завтра, 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 завтра. Он до завтрака. Редактор субтитров А.Семкин